На побережье, самый холодный день конца осени, у кромки воды столпились люди. Женщины стояли, прижав руки к рту. Мужчины что-то бурно обсуждали, причём некоторые из них раскраснелись будто от смущения. Я не слышал, о чём идёт речь, только лишь наблюдал через огромное окно кофейни, пока миловидная девушка с кольцом в носу и яркой татуировкой на предплечье готовила для меня кофе. «Прошу вас», – произнесла она, поставив передо мной стаканчик, который затем приятно обжёг мои пальцы. Я расплатился за напиток, пожелал Борисе хорошего дня. Ответом мне была очаровательная улыбка, лёгкий румянец на щеках, похожих на наливные яблоки. Бористо поправила свои чёрные волосы с морозно-синими прядями. Её взгляд тоже вперёлся в толпу за окном. «Очередной утопленник!» – крякнул седовласый мужчина, откладывая свежую утреннюю газету. На первой полосе красовались фотографии с места крушения авиалайнера. «Почему вы так считаете? А вдруг там кит выбросился на берег?» – полушутливо спросил я, делая глотки из стаканчика. Мужчина посмотрел на меня поверх очков, а потом изрёк. «У меня плохое зрение, но поверьте, юноша, китай я разглядел бы наверняка, а за людьми никого и ничего не видно. Значит, там на песке лежит скрученный несчастный человек, которому не хватило храбрости даже и свой век до конца. «Вдруг это жертва убийства?» – подала голос Бориста. «В наших краях настолько всё тихо, скучно и правильно, что то может быть только суицид. Все убийцы давно переехали в города с большой численностью населения». Мужчина хмыкнул и вернулся к газете. Я пожал плечами. Ещё раз попрощался с Бористой и вышел на улицу. Злой ветер тут же пробрался под моё пальто и свитер, о чём я содрогнулся, словно кто-то схватил меня ледяными руками. Голоса столпившихся набирали громкость. Одни кричали о том, что нужно вызвать полицию. Другие яростно отвечали им, что полиция здесь совершенно не нужна. Любопытство взяло верх, и я понемногу стал приближаться к ним. Увидев то, на что они все смотрели, я нечаянно выронил из руковьи, абсолютно не поверив своим глазам. В кругу столпившихся на мокром холодном песке лежали обнявшись две женщины, обнажённые по пояс. Несомненно, мёртвые. О чём говорили их остекленевшие глаза, приоткрытые рты, из которых выглядывали раздвоенные синюшные языки, серо-белый цвет кожи. Самое удивительное было то, что ног у них не было. Вместо них я увидел два длинных блестящих рыбьих хвоста, покрытых крупной серебристой чешуёй. У женщин были длинные волосы белого цвета. Настолько длинные, что в них, наверное, можно было бы завернуться дважды при желании, чтобы не замёрзнуть при отсутствии одеяла. Океан шумел, ревел, грозясь вот-вот закрутиться в штормовой пляске. Мне же казалось, что океан беснуется внутри меня, потому что от увиденного моё сердце забилось так громко и сильно, как не бьют даже барабаны на фестивалях. Женщины были столь же прекрасны, сколь и мертвы. Страшно представить, как они были чудесны, когда в них теплилась жизнь. Если в своём посмертии они заставляют мужчин краснеть, отводить глаза и смущаться. И дело не в обнажённой груди. Все взгляды присутствующих были прикованы к их лицам. Как вдруг... Одна из них сделала судорожный вздох и зашлась кашлем. Вторая лежала неподвижно, слепо оставившись перед собой. О боже! Звигнули разом несколько женщин и отпрянули назад с отвращением глядя, как внезапно ожившая сплёвывает на песок мутную тягучую слизь, в которой были бурые прожилки. Откашлившись, воскресшая воззрелась на окружавших её людей, втянула голову в плечи, потащила к себе хвост и зашипела к окошку. Потом затравленно взглянула на себе подобную холодным камнем, лежащую рядом, подползла к ней поближе и, издав звук, похожий на икоту, стала гладить мёртвую по голове. Из её глаз полились то ли слёзы, то ли молоко. Жидкость была непрозрачной и белёсого цвета. Всё так же, роняя пригоршни молочных жемчужин из глаз, она робко оглянулась на океан и звала так, что у меня и у всех остальных заложила уши. Один из мужчин решил, что полицию вызывать не нужно вообще. Нужно перевести их находку куда-нибудь в безопасное место, наладить контакт и готовиться получить круглую сумму денег от всяких разных исследователей, которые захотят выкупить такую диковинку. Женщины бросали на них гневные взгляды, хотя нашлись и такие, что охотно поддержали эту идею. Подогнали машины. Живая диковинка всё так же неутешно истязала себя над равными раданиями. Все старались приподнять к голову мёртвой, будто желая убедиться в том, что глаза её не обманывают. Глаза, кстати, не поменялись. Они остались такими же, словно диковинка вовсе не оживала. Меня это несколько насторожило, но я промолчал. Всё это время за происходящим на берегу наблюдала девушка из кофейни, всем телом прильнув к одному из окон. И тот седовласый мужчина, передвинувшись на несколько столиков поближе к стеклянной двери. Живую ухватили и замотали в плотное покрывало, которое завалялось у кого-то в машине после пикника. Мёртвые же запихнули с головой в спальный мешок, оставшийся после туристического похода. «Эй!» – окликнул меня молодой парень с обширной проплешиной на голове, который он безуспешно попытался зачесать остатками волос. «Поможешь?» Живая диковинка вырывалась, правда немного вяло. Оно и понятно, что бы с ними двумя ни случилось, это наверняка измотало их. Зато вполне неплохо орудовало своим хвостом, которому мудрилось хлестнуть по лицу несколько человек. Я ухватился за хвост, стараясь не причинять диковинке боли, и посмотрел на неё. В её по-прежнему мёртвом взгляде было столько ненависти, сколько не бывало во взглядах всех моих бывших одноклассниц вместе взятых, когда я доставал их в надежде обратить на себя внимание. Так на меня смотрела лишь бывшая девушка. Людей становилось всё меньше. В итоге мы оглянуться не успели, как нас осталось пять человек. Тот парень с проплешиной Саймон болтал безумолку о том, что оставшиеся молодцы, а те, что ушли, будут завидовать нам до конца жизни и как только узнают, какой куш мы сорвём. В его внедорожник затащили живую. С ней сидели двое. Макс, беспрестанно жующий жвачку рослой детина в кожаной куртке, и Кирк, заикающийся, тощий юнец, всё время поправляющий очки в старомодной оправе. Клянусь, эти очки можно было бы использовать как увеличительные стёкла. В красную Тойоту, принадлежавшую ходикой коне с короткой стрижкой под мальчика, ей пришлось сделать из-за того, что младшая сестра выплюнула ей волосы и конфету. Кое-как на заднее сидение запихнули мёртвую. Я сел рядом с коней в полоборота, чтобы периодически посматривать на находку. Вдруг очухается то же. Саймон предложил отвезти диковина к себе домой, поскольку у него был бассейн и высокий забор, охраняющий дворик от любопытных глаз соседей. «Ты думаешь, вода в бассейне подойдёт?» – спросил Кирк немного испуганным голосом. «Ну, конечно!» – бодро очеканил Саймон. «В любом случае, мёртвыми они тоже сгодятся». Живая диковинка оказалась в бассейне очень быстро. Мы так боялись, что кто-то из соседей нас увидит, что старались сделать всё настолько расторопно, насколько это было возможно. Диковинка сразу нырнула с головой, проплыла от одного края бассейна до другого, вынырнула, снова нырнула и так несколько раз, как будто радовалась новому месту. Саймон гордо выпятил грудь, когда я сообщил ему об этой своей догадке. «Бассейн вообще роскошный», – охотно начал рассказывать он. «Там можно регулировать температуру воды, а вечером включается посветка, плюс нереально крутая система очистки воды. Ма и Па неплохо вложились в бассейн, чтобы плавать с комфортом. Все мои девки от него в восторге». «Ага», – подумалось мне, – «ты же сейчас поместил туда какое-то непонятное создание. Ма и Па определённо будут этому рады». Мёртвую мы уложили в гараже. Кони встревоженно озиралась по сторонам, как будто ожидая чего-то. «У меня мурашки по коже от мысли, что это всё происходит за правду», – затем шепотом сказала она, глядя на то, как приливается чешуя на хвосте дикоинки под электрическим светом. Она ущипнула себя за руку, сморщилась глубоко вздохнула. «Всё-таки не сплю». Ближе к вечеру Макс ездил в магазин и привёз несколько бутылок пива, по пути заехав за пиццей. Одевшись потеплее, расположились у бассейна, чтобы наблюдать за дикоинкой. Она плавала туда-сюда, её взгляд заметно смягчился, и она периодически подплывала к нам поближе, но всё равно старалась держаться на расстоянии. Кирк и Кони, вооружившись ноутбуками, искали номера телефонов и адреса людей и организаций, которым могла бы быть интересна дикоинка. Макс практически залпом выпил бутылку пива, взял ещё одну и сидел у самого края бассейна, завороженно глядя на то, как дикоинка плавает. Она была грациозна и быстра. В свете включившегося освещения бассейна, её кожа измертвенно-серой превратилась в светло-розовый сатин, а волосы при свете дня, оказавшейся белыми, стали цвета речного жемчуга. Глаза её из пустых и безжизненных начали блестеть задором и радостью. Хвост будто удлинился, чешуя на нём зацеркала не серебром, но алмазами. Саймон поторапливал Кирка и Кони. «На берегу было много людей, у нас мало времени, ведь кто-то из них может нас опередить, дать наводки, и наши сокровища уплывут к другим людям». Кони то и дело из-под лобья поглядывал на женщину в бассейне и на дверь гаража, где лежала мёртвая диковинка. Она сидела как на иголках, и её беспокойство начало обретать вполне осязаемые очертания. Диковинка поплыла к Максу, как в замедленной съёмке. Она ухватилась руками за край бассейна, оперлась на него и гриво улыбнулась парню. Её улыбка была одновременно очаровательной и скользкой, рассчитанной на то, чтобы не обнажать зубы. Складывалось впечатление, что она хочет его поцеловать, и отягивает этот момент, чтобы как следует потомить парня. Макс решил пофлиртовать, начал о чём-то вполголоса ворковать с ней. Диковинка явно не понимала и слова, правда всё равно улыбалась и тянулась к Максу. Я отлёгся буквально на мгновение, чтобы достать из кармана пальто телефон. Когда Макс заорал мне своим голосом, Саймон выронил бутылку из рук, а я лишился телефона, уронив его. Я поднял глаза и увидел, что Диковинка вцепилась в шею Макса, и спустя полминуты там уже были рваные лохмотья. Лицо Диковинки удлинилось, рот разрезал лицо от уха до уха. В открывшейся пасти виднелись трюкульные зубы, между которыми застряли кусочки плоти. Тело Макса упало в воду, как и бутылка, которую он держал. Руки Диковинки вытянулись, превратившись в клешни с зазубринами. Коня заверчала, отпрянула назад ко мне. Саймон тут же понёсся со всех ног к дому. Кирк не успел ничего, Диковинка опираясь на клешни и, помогая себе мощным хвостом, ставшим подобием шипастого хлыста, быстро добралась до него, клацая, щёлкая клешнями и сдавая протяжный низкий вой. Я схватил коня за руку, и мы бросились в догонку за Саймоном, слыша, как Кирк, не смолкая, вопит от боли. Из окна второго этажа мы видели, как Диковинка, дожжав лицо Кирка, поточилась в гаражу. Пока она ломилась с него, Саймон испуганно скулил, вздрагивая от каждого удара клешни, попадающего по двери гаража. Коня забилась в дальний угол гостиной. Её била мелкая дрожь. Девушка всхлипывала, и в перерывах между всхлипами мне казалось, что я слышу молитвы. «У тебя здесь есть ружьё или что-нибудь вроде того?» – шёпотом спросил я у Саймона. «Мои ноги стали ватными, язык не хотел слушаться. Ты думаешь, что это хоть как-то поможет? Нету ружей, ножи только на кухне!» – прошипел Саймон и снова заскулил. Новый удар был сильнее предыдущих. Дверь наконец подалась. Диковинка вытащила мёртвую, ухватив её зубами за волосы. Дотащила её до тел Кирка и Макса, который окрашивал воду в бассейне в омерзительно яркий алый цвет. Клешни вновь стали руками, которыми Диковинка надавила на грудь мёртвой, и вскоре та пришла в себя, извергнув ту же слизь с бурыми прожилками. Диковинки начали есть. Они ели быстро, как будто куда-то торопились. Мне казалось, что я слышу, как трещат кости и рвётся плоть прямо возле моих ушей. А день ведь так чудно начинался. Со славного кофе и улыбки девушки-баристы. «Нужно позвонить кому-нибудь!» – подала голос заплаканной Кони. От Кирка уже мало что осталось, когда Диковинки остановились. Внимательно посмотрели друг на друга, замерев на несколько минут, словно мысленно обсуждая, что делать дальше. Я задумчиво потирал подбородок, глядя на них. Словно почувствовав мой взгляд, Диковинки подняли головы на меня. Чертокнувшись, я сразу осел на пол. Но в дом никто не стал вторгаться. Кони прорвела всю ночь, твердя, что нужно позвонить. Однако, как выяснилось, телефон Саймона остался в машине. Мой телефон благополучно закончил своё существование у бассейна. Телефон Кони разрядился, а домашнего у Саймона не имелось. Впрочем, когда я в следующий раз выглянул в окно, у бассейна, в котором плавал Макс, никого не было. От Кирка осталось лишь неприметное бурое пятно, которое казалось тщательно вытертым. Я подумал, что на деле Диковинки всё хорошенько вылезли. Мы с Кони уехали, как только убедились в том, что в гараже Диковинок точно не было. Саймон умолял остаться и помочь ему что-то придумать насчёт Рупомакса. Но чёрт возьми, а лично мне вполне хватило увиденного. Ожидать возвращения этих существ я не хотел. С Кони мы немного общались потом. Она даже раздобыла номера тех людей, которые могли бы заинтересоваться теми тварями. Какое-то время я избегал пляжей побережей, но со временем события ночи поблюкли. До сегодняшнего утра, за чашкой кофе в уютной кофейне на другом конце страны, когда я увидел, как на пляже несколько крепких парней грузят нечто, накрытое покрывалом в небольшой фургончик.